Старенькая Вега прослужила жителям Вершинина больше 10 лет. А вообще этому холодильнику, как заверила Галина Алёхина, далеко за 20. Сельскому ФАПу он достался по наследству от Боровлянской участковой больницы. Работала Вега в последнее время с перебоями, а как только отключали свет, моментально размораживалась. Поэтому, когда Вершининский ФАП посетил Александр Прокопев и поинтересовался, чем помочь, у Галины Алёхиной просьба была одна – нужен новый холодильник. И вот сегодня фельдшер встречает двухкамерный индезит. Перенимаете? Да. Вот. Ваше облачение было рассмотрено Александру Сергеевичу, поэтому было принято решение, конечно, приобрести холодильник. По-моему, неплохой. Выбирали, выбирали. Я очень даже довольна. Галина Валентиновна деловито рассказывает, на какую полку что положит. Где будут храниться лекарственные свечи, где вакцина. Так радовалась холодильнику, что старый, не дожидаясь помощников, сама вытащила. Сама убирала. Честно сказать, правда. А это вот все надписи, все приготовила для нового холодильника. Это название вакцин. Каждая вакцина, где будет находиться, вот эта вот надпись, и там будет находиться вакцина. И санитарный день четверг. И номер, что он у меня один холодильник, это значит номер один. Второй холодильник отправился в Троицкую детскую поликлинику. Здесь подарок встречала медсестра прививочного кабинета Татьяна Кузьмина. Без малого пять тысяч детей обслуживает поликлиника района. Есть теперь где разместить вакцину для них. Вот сюда, на это место. А, на это? И стоит там. Да, вот этот мы вынесем. Почувствуйте разницу. Ну еще бы, конечно. Посмотреть на новоселье вакцины собрались всем дружным медицинским коллективом. Айболан поставили сюда. На, зайдите. Вы хоть все не снимайте. Ничего, ничего не обращайте. Я никогда не решила, что танцует. Да. Машина с подарками отправляется в третье село – Хайрюзовку. Там заказали картотеку. Почти 450 селян обслуживает местный ФАП. Кто вакцинироваться приходит, у кого проблемы со здоровьем. Теперь все истории болезни будут у Ирины Матрохиной под рукой. То, что в их отдаленное село в такой сильный гололед доставят картотеку, верили с трудом. И наша санитарочка, она у нас родилась, 29 лет, она мне сегодня сказала. Если приедут, привезут нам что-нибудь, я поверю во все в этой жизни. Поддержка ФАПов не только в медиков селила уверенность, но и местным жителям надежды прибавила. Значит, останется медицинская помощь на селе. И развиваться она будет. Ирина Дубицкая, Сергей Даровских, Будни.